Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Тата Абрамсон показала колечко, которое подарил ей Валера Блеменгранц. Огромное спасибо моему Бубочке за такое роскошное бриллиантовое кольцо. В интернете появились снимки, на которых Ольга Бузова запечатлена без косметики и без фильтров. На них она выглядит совсем другим человеком. Большинство зрителей считают, что она испортила себя пластическими операциями. В одной из групп ВКонтакте появился анонимный пост, который, скорее всего, написала Кристина, бывшая жена Ильи Яббарова. Она возмущается поведением бывшего мужа. У меня своя прекрасная семейная жизнь. Дочь своего отца не помнит и про него не спрашивает. Ей 7 лет. А мой бывший идиот сейчас сидит на самом дебильном шоу о любви на нашем ТВ. Мало того, что позорит себя, так еще рассказывает про нас. Называет мое имя с экрана на всю страну, плачется, как сильно он хочет помириться с дочерью. И все это для рейтингов и победы в каком-то конкурсе среди этих фриков. Как вы помните, Майя Донцова совсем недавно заселилась в комнату с Захаром Саленко. Но сразу же после заселения Захар стал флиртовать с Машей Кахно. Он даже сходил со скрипачкой на свидание. Журналисты рассекретили, с кем живет Влад Кадони. На протяжении последних четырех лет Влад скрывал отношения с бывшей коллегой по битве экстрасенсов с Анной Девицкой. Анна старше его на восемь лет, она бывший продюсер битвы экстрасенсов. Они познакомились на съемочной площадке, но отношения между ними завязались лишь после увольнения Анны. В ответ на эти разоблачения Влад опубликовал фотографию с Анной. Зато можно больше не обрезать фотки, написал он. Саше Харитоновой сделали операцию на связке. Операция прошла успешно. Теперь ей две недели нельзя разговаривать. Харитонова находится постоянно на связи со своим новым парнем Сергеем Кучеровым. Татьяна Африкантова в видеотрансляции поделилась слухами о причинах ухода с проекта Глеба Жемчугова. Якобы причина связана с приемом запрещенных препаратов. Женщина вспомнила, что по этой же причине выгоняли еще одну бывшую участницу, Дашу Сухорученко. И мало этого, на поляне еще трое таких есть. Даша ответила, зачем вы распространяете такие лживые слухи. Рита Керн тоже была на съемках новогодней передачи на Доме 2. Она получила награду в номинации «Лучшее тело». В эфире мы увидим это 30 декабря. Андрей Черкасов после ухода с Дома 2 получил новую должность. Он стал кастинг-директором и обещает большие перемены. «Моя задача – найти интересных ребят, никаких фриков, проституток и матерей, бросивших своих детей». Многие предположили, что Андрей заменил Надю Ермакову, но Ермакова сказала, что Андрей теперь работает с ней вместе. Они расширились. Недавно Вика Боня кардинально поменяла имидж, она стала блондинкой. Эти перемены во внешности Вики многим не понравились. Ее подписчики считают, что волосы выглядят неухоженно, неестественно и дешево. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.